Сегодня мы с вами обсудим вопрос, можно ли садить два саженца винограда в одну яму. И при этом мы не просто обсудим это теоретически, но я вам еще и покажу реальные примеры таких посадок. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию виноградарь. По призванию с нами все это понятно и доступно. И на всякий случай предупреждаю, что кадры, которые вы сейчас увидите, были сняты в прошлом году. Вообще-то, почему может появиться идея посадить два куста в одну яму? Причины могут быть абсолютно разные, но чаще всего это недостаток места и избыток посадочного материала. Либо в некоторых случаях бывает так, что посадочный материал очень слабый, саженцы очень слабые. И дабы не занимать лишнее место, их садят в одну яму в надежде, что кто-то из них двоих выживет. При этом можно услышать такое мнение, что так делать категорически и ни в коем случае нельзя. И опытные виноградари так не делают. И вообще-то ужас в ужас. Кусты будут друг друга угнетать. И вообще ничего не понимаем виноградарстве. Но давайте сейчас с вами посмотрим конкретные примеры таких посадок. Они у нас есть. Смотрите, вот сидят два куста в одной яме. Когда-то я их садила просто очень слабенькими. Понимаю, что место на шпалере в принципе есть. Здесь достаточно неплохое. Посадила два просто по краям ямы. Один сорт, это реформ. Пятый год куста. Прекрасно они уживаются, да, кусты не в самом лучшем вообще состоянии. Но это сказывается несколько плохих сезонов, в том числе и градобитие сезон назад. А так все здесь нормально. Нет какого-то угнетения, либо еще чего-то. То есть вполне рабочий вариант. Если на то есть, ну скажем так, определенные причины. Вот смотрите, здесь тоже два куста. Вот мой я. Вот это вот один. А вот с этой стороны второй. Расстояние между ними, ну сколько тут? Чуть больше моей ладошки. Так получилось. Это Макузани. Было два очень слабых саженца. Нереально слабых. Вот там, по пару листиков с пятикопеечную монетку. И поэтому я решила вот тыкнуть, как тыкнется. На второй год он уже дал урожай. И один, и второй куст. И честно говоря, я не вижу здесь никакого угнетения, да. Чтобы кто-то кому-то мешал. Конечно, сейчас картинка не самая красивая. Ввиду того, что подмерзли побеги. Да, вот особенно та плоскость. А так, посмотрите здесь. Прекрасные, шикарные лозы. Как говорится, проламывая и проламывая. Нагружая и нагружая куст. Никакого угнетения. Вот еще один пример двух саженцев в одной яме. Даже, наверное, сейчас уже никто не увидит, где тут один, где тут второй. В теории, вот старая древесина одного. Вот молодые побеги, закрывает второй. Ну, так получилось. Было два саженца из одного черенка. Ну, посадили, если вот в предыдущих случаях я показывала там, грубо говоря, их садила на два разных конца ямы. То есть яма одна, да. А здесь вообще их посадили совсем рядышком. Ну и что? Ну и растут все прекрасно. И замечательно себя чувствуют. Нет тут никакого угнетения. И я же говорю, если бы не знать, что это два куста, то можно было бы подумать, что один. Ну, подводя итог, можно ли садить два куста в одну яму? Конечно, можно. Другой вопрос, что не всегда это нужно. И смотрите, если мы садим два куста одного сорта, это одно. Если мы садим два куста разных и разные по силе роста, например, сильнорослый и слаборослый, то да, сильнорослый будет слаборослый угнетать. И поэтому так делать, может, и не стоит. С другой стороны, опять же, если у нас ограниченное место, у нас есть сильнорослые кусты, мы их можем посадить в одну яму и пусть они друг друга угнетают, чтобы нам не пришлось как-то думать, как затормозить их рост. То есть, когда мы знаем, к чему это может привести, мы можем использовать такую посадку даже как инструмент нам на благо. Ну, конечно, в случае, если, допустим, саженцы слабенькие, да, вы сомневаетесь, там, выживут они, не выживут, смело можете их садить в одну яму. По возможности, по возможности, вот чуть-чуть, я по яме их разводила, да, я вам показала эти примеры, и они себя прекрасно чувствуют. И у некоторых, например, муку за рост надо было бы даже еще и сдерживаться. Поэтому, повторю, садить можно. Другой вопрос, нужно ли. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку счет, ссылка на каталог наших сортов и награды, и наши контакты. И до новых встреч!